Вы сказали, что ваши данные подтверждают геопотезу возвратного изооморфизма. Это чисто умозрительная геопотеза Лео Суреновича Степаньяна. Доказано это, да. Она исходит из следующего, что геовергирующие формы расходятся, приобретают различия. Затем на следующей стадии своей эволюции попадают сходные условия, и за счет этого делаются сходные. Но ведь это же на самом деле нужно, вне всякого сомнения, доказывать. А чем, в принципе, вас не устраивает представление, что в силу определенного консерватизма они и не расходились в прошлом? Генетические результаты, говорят, о том, что они расходились в условиях изоляции? Нет. Степаньян-то про совершенно дорогое, так сказать, значит, говорил. Чем вас не устраивает, что они разошлись по хромосомам, по цитохрому В, но не разошлись по аморфологии? В условиях изоляции накопились, может быть, и морфологические различия. Но когда они, когда ареалы наступило перекрывание ареалов, в условиях совместного обитания сходные, то есть у них перекрывание ниш произошло. Они не только симпатичные, но и симбиотопичные. Они, как бы, то есть морфологические признаки, они имеют адаптивный характер. Значит, в условиях сходного обитания они приобрели сходные черты, морфологии. А что касается генетических признаков, то они не подвержены арбору? Нет. В принципе, в принципе, ежели вы, значит, апеллируете представлением с Тиепа Аняна, нужно им исследовать. А, в принципе, сказать, вот, как мне представляется, вот, ваши, значит, данные, они, значит, об этом, строго-то говоря, не свидетельствуют. Поэтому, вот, значит, использование вот этих слов как-то, значит, осторожнее, прежде всего. И у меня, скорее, не, значит, вопрос о совмещании по поводу градиентного вида, значит, образования. Ну вот, это же ведь очень специфическая вещь. Я только сказала, что к двойникам, к критическим видам не имеют отношения. Это не имеет, вот, отношения, без, значит, относительно хромосом, молекул, черепов, всего поручего. Это очень специфическая вещь, разработанная для, значит, горных теоропиков, где, скажем, суточная, значит, амплитуда температур превышает годовую, раз. Где в течение всего блестоцена, по отличие от, рассматриваемого, значит, вами региона, значит, не было, значит, горного объединения, сонёсшего всё и вся. А всё вот это после сооселялось, уже, так сказать, вот как бы заново. А где вот эти смежные высотные пояса ездили вверх-вниз по Аларднику? Так что, в принципе, это производит вот чисто, значит, теоретическое впечатление, просто, вот так сказать, это вытащенное из чужой, другой работы фаоразу. Вот этого и делает, так сказать, история. Если можно, я дам пояснение, значит, в горах, что и в распределении вот этой второй группы чёткая не только горизонтальная дифференциация, но и вертикальная дифференциация. Поэтому, казалось бы, ну, если бы это были другие виды, там, и не критические виды, потому что, что касается градиентной модели, то это, опять-таки, отбор, он действует на те признаки, которые подвержены ему, на морфологические признаки. Можно вопрос еще? Да, да. Количественных отношений гетерохроматина у филогенетически, будем говорить, молодых и старых видов, и распределения гетерохроматина по набору. Есть какие-то такие у вас данные? Общие... Какие-то общие закономерности? Да, общие закономерности. Нет, я не... То есть, так, например, гетерохроматина больше... Наоборот, на нашем примере получилось, что больше гетерохроматина у более древних, у самих хромосомов, но это зависит от группы, то есть в каждой группе будет свои закономерности. Я имею в виду локальные, там, в микрохромосомах или в половых, или же по всему геному, по всем аутосомам. Тут нет тоже никаких... Может, во-первых, микрохромосом нет у этих модельных видов? Просто аутосомы и гетерохромосомы? Нет, у нас, к сожалению... Мы не будем участвовать.